Здравствуйте, меня зовут Ирина Ивлева и я хочу немного представиться, рассказать о себе и пригласить вас на марафон про полушарного рисования, который начнется уже совсем-совсем скоро, 6 и 7 июля. И давайте немного расскажу о себе. Я автор и ведущая марафонов про полушарного рисования и детского рисования и приватной группы Куаш нараспашку. Со многими участницами мы уже знакомы, работаем уже практически целый год. Для тех участниц, которые к нам сейчас только-только присоединяются, наверное, будет интересно узнать, какая у меня методика. Как я преподаю, какие рисунки мы рисуем, что мы вообще творим в марафонах про полушарного рисования. Все это вы узнаете уже скоро, 6 числа мы с вами нарисуем первую картину. 7 числа мы нарисуем с вами вторую картину марафона про полушарного рисования. Но это, как бы так скажем, тест-драйв, фрагмент марафона про полушарного рисования. Вы увидите так чуть-чуть за кулисье, насколько интересно или неинтересно для вас это будет. Вообще марафон и вообще рисование про полушарное я о нем расскажу, конечно же, на нашей с вами встрече в группе, в закрытой группе тест-драйва, в которую сейчас можно присоединиться. Я вам расскажу разные техники, расскажу некоторые приемы прав полушарного рисования и, конечно же, отвечу на все ваши вопросы, которые вы будете задавать. И что еще вот такого интересного? Единственное, я лишь скажу, что рисовать может каждый, было бы желание. А для того, чтобы рисовать, нужно совсем-совсем немного. Ваше желание, неважно, какой у вас уровень художественного, скажем так, восприятия. Насколько вы себя считаете далеким от рисования, либо возраст ваш, например, говорит о том, что уже поздно. Ни в коем случае. Вот я к рисованию, вот именно к такому осознанному рисованию вернулась спустя 30 лет. И я тоже считала, что нет, поздно. И когда я окунулась головой в рисование, я поняла, что рисование – это действительно настолько переключает наше сознание, и что мы становимся другими людьми, и мир становится цветной, а не черно-белой. Вот эти полосы, черные и белые, в жизни они очень важны. Но поверьте, пожалуйста, что цветной мир, он гораздо лучше, гораздо добрее. И люди, которые нас окружают, они тоже цветные. Давайте немножко расскажу о том, что нам нужно на двухдневный тест-драйв, именно про полушарное лето. У нас с вами июль, замечательный месяц. И вот смотрите, нам нужна будет бумага акварельная. Я работаю на акварельной бумаге. Вообще фактура бумаги не важна. Главное – плотность от 200 грамм. Потому что краски гуашевые, а мы работаем именно гуашевыми красками, они разные по качеству, разные по составу у всех у нас. Поэтому плотность лучше взять от 200 грамм. Такую плотненькую бумагу возьмите. Бумага для гуаши, она тоже разная по фактуре бывает и разная по качеству. Но вот скажу честно, мне она не совсем понравилась, поэтому я работаю на бумаге для акварели. Какой формат? Формат либо А4 возьмите, либо возьмите А5 формат. Половинку альбомного листа. У нас такие простые, легкие картины, но они очень интересные. И интересные как в технике исполнения, так и в сюжетах. Поэтому я надеюсь, что вам все понравится. Дальше кисти. Смотрите, как в правополушарной технике говорят. Ну, если кто хочет, можете записать, доставайте блокнот и запишите, какие кисточки нам нужны. Это, конечно же, шутка. Потому что нам с вами нужны будут три кисти. Это большая. Ну, вот я работаю синтетикой и щетиной. То есть мы чередуем эти кисти. Вообще, вот я всегда говорю, что кисти нету конкретно одинаковых стандартных кистей для всех. У нас правополушарное рисование и у нас правополушарные эмоции. Мы отключаемся от логики. Поэтому, вот смотрите, кисти всегда говорю, подбирайте, пожалуйста, под себя. Здесь мы используем синтетику, щетину. Колонок можно использовать. Большая кисточка плоская, средняя кисточка плоская и маленькая кисточка плоская. Вот этих кистей достаточно для того, чтобы выполнить любой рисунок правополушарной техники. Но иногда нам требуется еще и тоненькая кисточка. Вот эту вот среднюю кисть, либо маленькую кисть, можно заменить на круглую кисточку. То есть вы уже будете ориентироваться сами, какой кистью вам работать. Если у вас вот целый арсенал кистей, это еще просто вот, ну, как бы совсем-совсем мало. Это вот эти кисти я обычно промываю, убираю вот в стаканы. И у меня этих стаканов, наверное, штук пять стоит. И каждый раз я выбираю для себя, например, могу работать одной кистью. Могу работать, использовать целых 15-20 кистей. То есть это все зависит вот от, ну, скажем, нашей правополушарной повернутости в тот момент, когда мы с вами творим. И гуашевые краски. Гуашевые краски используйте также любые, которые у вас есть. Это может быть любая марка, но как вот все правополушарники и уже, скажем так, на таком каком-то определенном опыте распознали луч. Да, вот эту марку луч, но это не реклама ни в коем случае. Поэтому какие краски гуашевые у вас есть, желательно 12 цветов. И белила. Белилами запасайтесь на будущее такой вот большой баночкой, потому что белила используется больше всего. Ну, наверное, вот на этом все. Дальнейшее знакомство, более углубленное знакомство у нас с вами будет 8 числа. Я вам расскажу о себе, как я пришла на этот путь рисования, как я создала марафоны, что мне дает правополушарное именно рисование, как далеко я ушла от академического рисования, кто я и что я могу для вас сделать и предложить в будущем. Все это расскажу 8 числа. А сейчас, конечно же, с огромным удовольствием благодарю вас за то, что вы сейчас меня послушали, уделили мне несколько этих минут. И, конечно же, приглашаю для начала в тест-драйв правополушарное лето, где мы рисуем красивые картины. Именно рисуем с уровня новичка, который пройдет 6 и 7 июля в 18.00 в Москве. Сразу хочу сказать, что у нас будет закрытая группа и видео мастер-классы, они все в записи, девочки. Поэтому, если кто-то не успевает, не торопитесь, допустим, к 18.00, потому что вы сможете все легко потом посмотреть весь этот урок, все это занятие в записи в свободное вам комфортное время. И уроки будут доступны до 12 июля, также в 18.00 в Москве. Надеюсь, до скорой встречи. До свидания.